доброе утро дорогие друзья я шлар мы находимся на главном железнодорожном вокзале города вены за моей спиной это ультра современное такое здание сегодня я буду отвечать на вопросы моих подписчиков моего youtube канала относительно первое проживание второе питание и заработные платы для сельскохозяйственных работников в австрии и швейцарии был задан вопрос из алматинской области республики казахстан смотрите я буду отвечать исходя из своего опыта и из моих собственных суждений и моих скажем мнений так вот как происходит в других странах мне скажем сложно судить но мы будем в данном случае опираться на опыт австрии смотрите стрижка одной овцы или 1 барана в австрии стоит давайте им дам панораму вот такое красивое здание да видно да вот это австрия стрижка вернемся к нашим баранам как говорится вопрос фермеры которые я встречался в австрии они вызывают стригаля для овец грубо говоря из словакии и стрижка одного барана стоит баран производитель это племенной около 120 евро племенные яркие или овцы они стоят зависимости от веса и за каждую голову платится 90 евро грубо говоря если пострич 10 баранов то человеке словакии зарабатывают одну тысячу евро кроме того этот фермер на немецком языке говорят bauer он дает кровь этому работнику пути временному но он дает место где спать можно будет там 10 баранов можно грубо говоря за день постричь но этот словак он стрижет по 5 штук в день не больше он приезжает потом кроме 1000 евро это баорша заправляет им полный бак бензина в автомобиль и кроме того его кормят в ресторане ну это обычно меню так называемый это комплексный обед если говорить советским языком это в пределах но где-то 30 евро плюсом дополнительно вот заказчик оплачивает это ну грубо говоря фритатный суп это такое суп типа рассольника на советский манер и венский шницель это такая отбивная поджаренная на растительном масле вот первый день этот словак постриг 5 овец потом на второй день 5 овец также поставить баранов и 1000 евро у него в кармане кроме того разного рода сельхоз работы как обрезание это не когти копыта я прошу прощения я не часто говорил на русском языке вот вот подъехал мой автобус я чуть позже с вашего позволения продолжу